По большому счёту политический характер, никакого отношения к изначальной идее Олимпиады она не имеет и иметь не может, уже не говоря о том, что она никакого отношения не имеет к спорту, к здоровью. Это бизнес и политика, причём достаточно давно и в отношении спортсменов, в том числе советских, вся эта ситуация с допингами и прочего применялась неоднократно. И то, что сейчас происходит, грубо говоря, дёрганье льва за усы. То есть это реалити-чек, когда наши оппоненты заокеанские, они проверяют, сколько же мы ещё в принципе выдержим, сколько ещё вот этот русский медведь будет терпеть эти издевательства. Там одно, другое, какие-то унизительные совершенно скандалы с этими идиотскими допинг-пробами. История с паралимпийцами, так это вообще нечто омерзительное, потому что вот права инвалидов во всём мире сейчас обсуждаются, обсуждаются, об этом говорится всё больше. И просто не допустить этих людей к участию в соревнованиях – это совершенно отвратительно. Эти люди, они из последних сил, люди не очень здоровые, подают пример мужества, и вот их не допускают. Ну, я думаю, что, в общем-то, терпение нашего руководства, оно не бесконечно. Конечно, ответка должна идти адекватная. У нас есть вполне ресурсы, возможности и фантазии для неё. Если мы начнём заниматься нечто подобное, я думаю, что многим будет в моральном смысле и больно, и обидно, и так далее. А по большому счёту, то, что мы не участвуем в большом количестве в этой Олимпиаде – это совершенно не критично. То есть это на дух нашего народа совершенно не влияет. Но зато это показательно, это позволяет сделать некоторые выводы как на уровне российского руководства, так и на уровне общества. То есть это, по большому счёту, такой неосознанный сигнал нашим противникам тем, кто ещё, может быть, питал какие-то иллюзии насчёт Запада, насчёт каких-то правил, по которым якобы до сих пор живёт мир. Мир, на самом деле, уже давно живёт не по правилам. У кого сила, тот и прав. В лесу кто хозяин? Медведь. А там прав он уже или нет, это совершенно не важно, большой, сильный. Ну вот, русский медведь скоро покажет свою силу.